МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1939 год. В Ярославской области завершается стройка века. Новая Рыбинская гидроэлектростанция станет мощнейшей после Днепрогаса. -"Это все были проекты под стать египетским пирамидам". Более ста тысяч строителей возводят на Волге гигантские плотины. Откроются шлюзы, и вода наполнит самое большое в мире искусственное озеро. -"Из Волги нужно было выжить как можно больше электрической энергии". На территорию 4,5 тысячи квадратных километров хлынет вода. Под водой окажется старинный русский город Малога, а еще более 600 сел и деревень. 130 тысяч человек. Неделю, за неделю, чтобы дома не было и вас здесь не было. Прежде чем затопить, города и деревни сравнивают с землей. Леса пускают под топор, церкви взрывают. Там все рушат, ломают, тут сжигают. Те, у кого дома покрепче, имеют шанс спасти имущество, перевозят жилье по бревнышку. Остальных выселяют в неизвестность. Выживай как хочешь. Помощи никакой нет. Но не все смогли покинуть родной город. Не смогли или не захотели. Общее количество погибших граждан – 294 человека. Этот документ известен как рапорт лейтенанта госбезопасности Склярова. Споры о достоверности этой бумаги не прекращаются два десятка лет. Фальсификации, которые гость в гроб советской власти. Все говорит в пользу того, что документ – это подлинный. Так были ли они – 294 человека, заживо погребенные под водами Рыбинского моря? Зачем принесли себя в жертву? Во имя чего отдали своей жизни городу-призраку? Городу, который давно был обречен. Недавно Глеб Петров узнал. Вот в этом здании, мимо которого он каждый день ходит на работу, находится подворье Леушинского монастыря. Добро пожаловать, Глеб, мы вас просим. Одного из четырех, что затоплены Рыбинским морем. Так неожиданно здесь, в центре Петербурга, вдруг всплыла ваша родина. Это очень приятно мне. Да, это какая-то мистика даже в этом удивительная. Дед Глеба, погибший в Великую Отечественную, был родом из Малоги. Умер в госпитале в Ленинграде. Петров Николай Михайлович, как в похоронке сказано, уроженец Ярославской области. Все. Никаких данных. Бабушки давно уже в живых нет тоже. О других родственниках, Малакжанах, тоже практически ничего не известно. Что если предки Глеба Петрова находились среди тех, о ком писал в своем рапорте лейтенант Склян? Безусловно, кто-то из них мог остаться в Малоге. Там были большие семьи, 5-6 детей было. И наверняка кто-то оставался на момент затопления. Глеб решает разгадать семейную тайну. Отправляется на родину своих предков, в Малогу. Начальнику Волгостроя, Волголага, НКВД СССР, майору госбезопасности, товарищу Журину. Рапорт. Рапорт офицера НКВД Склярова дошел до наших дней случайно. Это секретный документ для внутреннего пользования. В дополнение к ранее поданному мною рапорту докладываю, что граждан, добровольно пожелавших уйти из жизни со своим скарбом, при наполнении водохранилища составляет 294 человека. Всем погибшим автор ставит диагноз. Эти люди абсолютно все ранее страдали нервным расстройством здоровья. Возможно, эти расстройства возникли после того, как их пытались вразумить сотрудники органов. К некоторым из них были применены методы силового воздействия согласно инструкции НКВД СССР. Можно только догадываться, о каких методах говорит лейтенант Скляров. В 1941 году, когда документ был написан, с территории Малокского района уже были эвакуированы все органы власти. По сути, Скляров остался единственным и полномочным ее представителем. Делай, что хочешь, свидетелей нет. Были хутора, на которых люди оставались и не хотели никуда переезжать. Старики одинокие, куда им ехать? Они говорили, что мы будем помирать здесь. Власти вряд ли бы допустили вот именно такие вопиющие случаи, так, чтобы люди оставили, забыли, зная, что они еще там. В официальных источниках информации мало. Отчеты все были в основном из сухих цифр. Дали столько, переистелили столько, перевезли столько. Что было на самом деле, рассказывают только сами люди. Юрий Шабанов. Один из 130 тысяч переселенцев. Тот апрельский день 1940-го он помнит очень хорошо. Юре пять лет. Его сестре Свете семь. В дом стучатся двое форменных гимнастерков. Неделю, за неделю, чтобы дома не было, и вас здесь не было. Ну, мать, конечно, в слезы. Мы, глядя на мать, тоже заревели. Значит, у нас вот было две коровы, лошадь, овцы. Это все не так просто перевести. И куда? Гости из НКВД заходят и в соседние дворы. Отовсюду слышен женский плач. Не то слово. Они не просто плакали, они стенали. Стенали на взрыв. Они, понимаете, вот падали на землю, целовали землю. К 1940-му пропаганда переселения ведется уже четыре года. Почему же люди до сих пор не уехали? А каждый визит уполномоченных для них, как снег на голову. Не верили. Никто не верил. Даже своими ушами и глазами этому полномочию не верили. Где столько воды наберу, чтобы затопить мологу? Такое городище здоровое. Ивану Коленову в сороковом двенадцать. Его отец умер от ран Первой мировой. Семья, мать и две малолетние сестры. Дорогие друзья, вас отсюда уберут. Как уберут? Куда мы уберут? Куда хотите? Туда и поезжайте. Первые слухи о переселении докатываются до Мологи еще в 1935 году. Говорят, под Рыбинском вырубают леса. За колючей проволокой ставят бараки. А Волгу собираются перекрыть плотиной. Но чем это обернется для Мологжан, никто и предположить не может. И вот спустя год, в сентябре 1936-го, власти, наконец, вносят ясность. Там манеж у нас был. Вот в этом манеже собрали все население Мологи. И объявили, зачитали постановление правительства о строительстве ГЭСа, о переселении города Мологи. Стоит задача. К 1 ноября разобрать и сплавить по реке в Рыбинск 60% домов. Один из жителей сказал, а я не согласен, сейчас сплавлять свой дом. Потому что он по первому снегу только будет собран. И всю зиму простоит мокрым. Но таких смельчаков один на несколько сотен. У 10-летнего Николая Новотельного отца только что осудили по 58-й статье. Мать, жена врага народа, не смеет и рта раскрыть на общем собрании. Нельзя бы было говорить что-то против постановления правительства. А чего говорить? Постановление состоялось. Постановление Совнаркома от 14 сентября 1935 года называется о строительстве гидроузлов в районе Углича и Рыбинска. Было решено использовать водные ресурсы. И появился так называемый проект «Большая Волга». Вот с этого проекта и пошло исчисление времени, обратного исчисления времени для города Малолга. Нужно было вот только при строительстве Углического и Рыбинского гидроузлов переворочить 50 миллионов кубов земли. Это столько пошло вот на все эти гидротехнические сооружения. О слабых сторонах проекта, например, о том, рентабельно ли строить такую большую ГЭС на равнинной реке, в то время никто не думал. Вперед! На штурм! За первомайскую победу! К ноябрю 1936-го становится ясно. Разъяснительная работа с населением провалена. Никто не торопится ломать дома и сплавлять их по замерзающей Волге. Тогда в ход идут другие методы. С 1937-го года, начиная, к Малакжанам приходили повестки, в которых им давали очень разные сроки на переселение. Кому-то три дня, а кому-то давали 48 часов. Но есть люди, которые бойкотируют даже повестки. Им нечего терять. У нас соседка, тут бабушка с дедушкой жили. А мы, говорит, прямо ему этому полномочиям. Мы, дорогой товарищ, никуда не приедем. А вот возьмем, говорит, да сами себя приезжем в саду. И, говорит, нас тут, там и притопляйте. Чем закончилась эта история, Ивану Каленову неизвестно. Ведь сам он в конце 1940-го, накануне затопления, все-таки покинул Малогу. Как сложилась судьба его соседей? Их увезли насильно? Или оставили на брошенной земле дожидаться большой волны? Иван Каленов. Иван Каленов, который был в СССР. Иван Каленов. Иван Каленов. Ягарь держит. Прямо под нами город Малога. Настрой боевой храм. Здесь не глубоко. В мутной воде проступают груды битого кирпича, контуры фундаментов. Жалкие останки того, что когда-то было зажиточным городом. Вот такую чудесную железку мы там откопали. Сейчас будем повторно погружаться. Там есть остатки кладки, возможно, можно будет поднять фрагмент. Это было где-то на шпилях. И вот то, что под входами храма, основания арки, скорее всего, это вот этот перевод. Вот кирпич уникальной формы. Такие делались здесь вручную. Другие находки распознать не так просто. Еще плюс один? Это может быть кольцо, которое бочку... Вот играй, обещай, как бочка, да. Но обещай, как бочка, не бит гвоздей. Она не на гвоздях. Там гвоздей не бывает. Скорее, может быть, какую-то колонну могли обивать, честно, держать. Возможно, это что-то из карба, которую тащили с собой переселенцы из Малоги. А может быть, это остатки имущества выселенцев? Переселенцы и выселенцы. Два разных класса. Разница существенна, как между кулаками и батраками. У переселенцев крепкие дома, которые можно разобрать и перевести. У выселенцев жилье старое. Восстановлению не подлежит. Его компенсируют деньгами. Юрий Шабанов и Николай Новотельнов – переселенцы. Комиссия признала их дома добротными и дала разрешение на перевоз. А уж как вы будете перевозить его? В основном только плотами. Плоты делали сами, связывали. И на этих плотах перевозили и имущество, скарб, да, и скотину, и сами. Многие переселенцы сталкиваются с непосильной задачей. Как разобрать свой дом? Особенно, если в семье нет мужских рук. Молодой вдове, которая учительница, трое детей, ей предлагают разбери бревна. Зима на носу 4 сентября. И это надо бревно спустить в море, потом выловить из мокрого земля, построить дом и жить. Но это только можно в области фантастики. Это здоровому мужику это мне сделать. На улицах Малоги появляются люди в сопровождении конвоиров Волголага. Заки. Бесплатная рабочая сила. Это заключенные. Я как помню, называли слово «услонцы». Для родителей Юры это слово не требует разъяснений. Так называют заключенных со времен первых соловецких лагерей. «Услонцы» – это аббревиатура, которая шифровывается так – «Управление северных лагерей особого назначения». «Услонцы» принимаются за разбор домов. Они быстренько разметили, разметили, вот, и стали разбирать. Сначала крышу разобрали, доски все разобрали, стропила, все, потом бревна, все. А вообще это-то где? На улице? А дождь? Ведь апрель месяц был, апрель. Холодно. Домом семьи Шабановых становится наскоро сооруженный плод. На нем идут против течения больше двух недель. В самом конце пути у села Федорково самодельный пучок бревен разваливается. Я как мальчишка, мальчишка, я думал только о том, как бы мне выплыть, как бы мне схватиться за чего-нибудь такое, за бревно или за что-нибудь, чтобы спастись. Из имущества выловить удается лишь мишки с одеждой. Но главное – не дать пропасть бревнам. Ведь если потеряется хоть одно, дом не соберешь. Попробуйте бревна, целый дом перетаскать за 300-400 метров от берега, да? Мы, конечно, дети есть хотели, мама есть, а есть нечего. Вот все, что было у мамы, вот, там кольца, сережки, там одежда хорошая, и все это пришлось отдать. Отдать за то, чтобы дали коровая хлеба и капусты квашеные. Сплав по реке становится тяжелым испытанием. Платы рассыпаются, с них исчезают вещи. Иногда пропадают и люди. Как та вдова-учительница, которая не смогла сама разобрать дом. Ее больше никто не видел вместе с ребенком. Иван Коленов – василенец. Дом Коленовых настолько ветхий, что его проще снести. А значит, вдова и трое детей останутся на улице. В тех случаях, если дом был ветхим, да, компенсация полагалась в размере 150-200, иногда 300 рублей. Нам выдали 185 рублей, эту страховку за дом. То есть это совсем никакие деньги. Если учесть, что хороший дом в это время, хороший, настоящий дом в это время стоил около 2000 рублей. В начало 1937-го выселенцами становятся 220 молокских семей. Треть населения города. Они обязаны покинуть свои дома в течение 10 дней после того, как комиссия признала их ветхими. Домашний скарб, как правило, бросают. Продать его некому, везти некуда. Они успевали вот собрать только узелок и все. И вот с этим узелком, оставляя, в общем, нажитое добро, даже представить себе трудно, как было тяжело людям переезжать. В семье Ивана Коленова единственная ценность – корова. В телегу ее не погрузишь. В конторе по заготовке скота за нее Коленовым выдают 25 рублей. На дровнях случайного знакомого Коленовы отправляются в неизвестность. Место, которое они покидают, уже сложно назвать родиной. Ведь это была вторая война. Откровенно говоря, только не стреляли. Ведь вы представьте себе, там все рушат, ломают, тут сжигают. Это называется санитарная очистка местности. На дне будущего водохранилища не должно оставаться посторонних предметов. Главная помеха – церкви и колокольни. Их более ста. Добротные каменные здания с мощными фундаментами. В сороковом Марии Кувшинниковой 15 лет. На ее глазах взрывает Богоявленский собор на базарной площади Малоги. Этот собор за один раз не взорвали. Только вот верхняя часть. Второй раз тоже до конца не вышли. И только за три раза этот собор взорвали. Культовые здания так и не будут уничтожены до конца. Их вершины останутся невиданными прежде маяками для судоходов. Около 20 храмов и колоколен возвышались долгое время над гладью Ременского водохранилища. Крошечная часовня буквально в метре от воды. Здесь, в селе Брейтово, на берегу Рыбинского моря, новое место для православного паломничества. Малогские стояния. Каждый год в ночь на 7 июля на них съезжаются верующие со всей России. Служба продлится до рассвета. Успеют помянуть Малогу, деревни, села, монастыри. Всех, кто был вынужден покинуть затопленные земли. Какое горе пережили люди. Это вообще, с одной стороны, вода, с другой стороны, война. Это бедствие, громадное бедствие. Вы представляете, столько храмов, столько церквей. Дочь переселенцев Тамара Ермошкина в детстве не раз слышала от старших. Обречены были эти места. И села, и монастыри, и сама молода. Ведь еще за полвека до их гибели существовало пророчество. Раздвинув последнюю долю ржи, я увидела, что поле уже кончилось. И тут же сразу же начинается огромное пространство воды, которому конца не видно. На фото игуменя Таисия в миру Марии Солопова. Волей этой женщины был создан Леушинский женский монастырь. Крупнейший в дореволюционной России. Тот самый, что ушел на дно Рыбинского моря. И подворье которого осталось в Санкт-Петербурге. Слезами там она, в общем, с Божьей помощью, как говорится, такое строила там, что там уже чего только не было. И написанная мастерская была. И все батюшки большие знаменитые, даже питерские батюшки, все они к ней тоже сюда приезжали. В 1881 году, накануне отъезда в глухую, тогда монашескую общину, Таисия увидела сновидение, которое записала очень подробно. Ну, было опубликовано сразу после ее кончины, в 1916 году, вот в этой редкой книге, записке игумени Таисии, ее автобиография. Между тем оказалось довольно глубоко. Я стала бояться утонуть, а вода покрывала меня по шею. Вот она употребляет удивительные слова. Но я чувствовала, я знала, что эта вода наливная, а не самобытная. Как будто матушка Таисия видела это не до затопления, а после. Как не увидеть в этом сне действительно пророчество? Соприкасаясь с вот этой темой затопленной Руси, мы здесь входим в область особой тайны. Тайны семьи Глеба Петрова тоже скрыты под толщей Волжской воды. А вот, собственно, Малога, город сам. Сейчас остался вот такой вот полуостров суши. А вот это все уже затопленное сейчас. Маша, помогай. Так, во-первых, надо понять, это какая часть? Это рождение, венчание или смерть? День в архиве начинается с удачи. Глеб Петров нашел сведения о прабабке. Просто нет слов. Нет, я так вам благодарен. Но как узнать, были ли Петровы среди тех, кто остался в Малоге навсегда? Может быть, фамилии пропавших есть в рапорте лейтенанта Склярова? Однако обнаружить этот документ ни в архиве, ни в музеях Рыбинска не удалось. Почему-то живет версия о том, очень сильная версия о том, что якобы документ хранится в Рыбинском музее. Однако, должен заявить авторитет, но у нас этого документа нет в городе Рыбинске. Может, стоит обратиться в музей гидроэнергетики? Я не могу вам сказать, где хранится оригинал этого документа. В нашем музее есть только копия с него. Странная история. О рапорте Склярова многие знают, но подлинника не видел никто. Судя по характеру документа, по качеству бумаги, по стилю и даже нумерации красным карандашом, все говорит в пользу того, что документ это подлинный. В научный оборот он не введен, то есть ученые его как документ не воспринимают. Те, кто считает документ фальшивкой, приводят аргумент. Затопление уезда проходило постепенно. Чаша водохранилища заполнялась не один день. Вряд ли все это время люди ждали гибели, приковав себя к тяжелым предметам, как пишет Скляров. Это 20, 30, ну 40 сантиметров в день максимум. Быстрее его заполнять невозможно физически. Просто нет воды, не хватит. Но есть и другое мнение. Да, они погибли. Вот эти 294 человека, я уверен, что они погибли. Сама Малога еще не была залитая. Но район-то уже эти заливался, и уровень воды был от полутора до двух с половиной метров. Так можно ли доверять этому документу? В деле лейтенанта Склярова не все так просто. И за его рапортом скрывается загадочная история. А может и не одна. К началу 1941 года количество заключенных в Волголаге резко возрастает. Каждый пятый из 90 тысяч человек осужден по политической статье. Люди, которые хорошо разбирались в каких-то областях науки, культуры, которые необходимы были как бесплатная рабочая сила, они все осуждались по 58-й статье. Типичный пример – карьера видного советского гидротехника Владимира Журина. В 1930-м ему, одному из создателей плана Гоэл-Ро, дают десятилетний срок как врагу народа и сразу отправляют проектировать Беломорканал. В 1932 году он был досрочно освобожден. В 1933 году был награжден родином Трудового Красного Знамени. Работал в НКВД, получил звание НКВД. И был одним из авторов проекта Рыбинского водохранилища, Рыбинской ГЭС. Именно этому человеку адресован рапорт лейтенанта Склярова. Майору госбезопасности, товарищу Журину. Правда, дошел до нас документ благодаря другому бывшему заключенному. Его имя – Ким Катунин. Он был арестован где-то в 1943 году. В 1944 году его осудили на 8 лет. Вот по этим политическим статьям. Значит, этот 18-летний паренек приехал и прислали его сюда, в этот Волголаг. И здесь он сидел. Именно Катунин когда-то спас из огня архив Волголага. Когда закрывали Волголаг в 1953 году, то документы высшестоящей организации, видимо, не передали. Их сжигали. Ну и вот часть документов выбрасывали по халатности, по неосторожности. И он одну папку выхватил и спрятал ее на берегу. А потом ночью, уже когда никто не видел, откопал эти документы и долгое время хранил их у себя. Среди спасенных бумаг – рапорт Склярова. Документ, которому через полвека суждено стать сенсацией. Раз в несколько лет уровень воды опускается, и Молога выходит на поверхность. Когда такое происходило в первые годы после затопления, люди бросались засаживать родные огороды. Выросли вот такие ливовые кусты, высотой примерно с метр. Расцвел Иван-чай. Что это значит? Это значит еще то, что находится в земле, вот эти корни, ивы, еще что, могут вырасти. Переселенцы будто не могут смириться с тем, что их родина окончательно погибла. Вспоминали и плакали, и переживали, и говорили, вот дали нам бы возможность обратно там поселиться, так мы бы, говорит, вырыли себе землянки или окопы какие-нибудь, и уехали бы без оглядки туда жить. Чем же так замечательно была Молога? Вспоминают о заливных лугах, знаменитых масле и сыре, известной на весь мир ярмарке. Об архитектурном шедевре, пожарной колонче, построенной Андреем Достоевским, братом великого писателя. О похороненном в своем имении под Мологой графе Мусине Пушкине, который разыскал и вернул России слово о полку Игореве. Но, судя по всему, вместе с Мологой навсегда ушло нечто большее. Это был крепкий русский заповедник. Вот эта патриархальная русскость, она была характерна как раз для всей этой местности. Первое упоминание о Мологе, всего лишь на два года позже, первое упоминание о Москве, на два года позже. Это древнейшее место. Это та самая русская глубинка, которую сейчас ищут днем с огнем. Новая Молога. Так в газетах конца 30-х называют пригород Рыбинска за Волгой, где заново собирает свои дома большинство переселенцев. Привезли дом, поставили посреди, можно сказать, поля. Земля необработанная. Подхода к земле нет. Куда-то вылезти в город, выехать невозможно. Но имя, спущенное сверху, не прижилось. Поселок как был, так и остался слипом. Вот эти бренышки потеряны, выставлены уже, видите, новые. И они уже не так подходят, как те, которые были в Мологе срублены. Номера стен и бревен в доме Николая Новотельного по-прежнему хорошо читаются. Волголаговская краска оказалась стойкой. А ведь Николаю во время переезда было всего 14. Детство закончилось с переселением. Как мы переехали сюда, здесь наступили суровые будни. Нужно было и дом достраивать, и учиться, а потом работать. Уже отсюда, из новой Мологи, Новотельнов уйдет на войну. Закаленные в боях отважные пехотинцы, герои Великой Отечественной войны. Ноябрь 1941. Москва на осадном положении. В это время в Рыбинске ведутся последние приготовления к запуску первого агрегата новой гидроэлектростанции. Он вступает в строй 18 ноября под временными навесами и брезентовой крышей. Тепловые электростанции, они либо были эвакуированы, либо испытывали очень жесткий дефицит топлива. И в этой ситуации Рыбинск-Углическая ГЭС сыграли просто неоценимую роль в битве за Москву, в энергоснабжении столицы. Выходят, все жертвы, принесенные на алтарь Рыбинской плотины, оправданы? Город Малога и эти ушедшие под воду деревни можно считать первыми павшими солдатами в войне, которая началась буквально через два месяца после перекрытия Волги в Рыбинске. Правда, это сложно объяснить потомкам жителей исчезнувшего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергеевич. Мы не с пустыми руками к вам. Все предметы, поднятые со дна водохранилища, Глеб Петров передает в экспозицию местного музея. Поскольку вы собрали прямо над Малогой, то, конечно, для нас он очень ценен. На мой взгляд, очень хорошо. А в одной из деревень под Рыбинском Петров знакомится со своей четвероюродной сестрой. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Васильевна. Здравствуйте. Очень рада. И мы все рады, мы только с той стороны. Я Глеб. А давайте я. Это сестра. Однако на главный вопрос, волновавший Глеба Петрова, ответ так и не найден. Какова судьба родственников его деда, Николая Петрова? К сожалению, вот по линии Петровых, пока мне не удалось встретиться с родственниками. Пока вот этого нет. Кима Катунина, который мог бы помочь Глебу, давно нет в живых. А его бесценный архив, похоже, бесследно пропал. Ким Васильевич решил передать этот документ в музей. Но почему-то он передал его не в музей Молокского края, а, как вот он рассказывал, свои пожелания, он хотел его отдать в институт Сахарова. По всей видимости, так он и сделал. Эта версия кажется вполне правдоподобной. В нашей библиотеке хранится довольно много неопубликованных воспоминаний узников ГУЛАГа, вот в этих ящиках. И среди этих воспоминаний, к сожалению, тоже нет той информации, которая сейчас вам нужна. К нам не поступали никакие документы от Кима Катунина. Опять ложный след. Мы никогда не узнаем, сколько тысяч из 130 тысяч людей местного населения осталось там навсегда. То есть их затопили заживо. Этого никто не знает и никогда не узнает. Почему? Потому что средств коммуникации, средств связи, средств фиксации того, что происходило в те годы, аналогично к сегодняшнему, просто не было. Так может и не было никакого Склярова. И нашумевший рапорт приписывают вымышленному персонажу. Это не мифическая личность. Это реально существующее лицо. А у меня был знакомый человек из охраны этого лагпункта. Он там занимался тем, что конвоировал людей. Я спросил, слышал ли он такую фамилию Скляров? Да. Правда, отозвался этот охранник о нем негативно, что он плохо относился к своим собственным подчиненным. Александр Серебряков, рыбинский историк и издатель, оказался единственным во всем городе человеком, кто попытался разобраться в запутанной истории рапорта. И в 2005 году встретился с самим Кимом Катуниным. Я позвонил ему. Позвонил и спросил, что есть ли такой документ. Да, такой документ у меня есть. Это была папка. Но мне было достаточно взглянуть на это дело, чтобы понять, что это дело подлинное. Именно так, как вели его в тамошних учреждениях, дело было секретное. Серебряков отсканировал рапорт и в таком виде выложил в интернет. А где-то года через полтора, значит, ну, я совершенно этого не ожидал, значит, что так случится, Ким умер. Эти дом его сгорел. Где, возможно, ну, по словам своего Кима, значит, хранились эти бумаги. Выходит, бумагам, спасенным из костра, судьбой выпало вновь оказаться в огне. Или они все же возродятся из пепла. Пожалуй, последний шанс найти секретные документы – это отправиться в Хельсинки. Здесь живет финский режиссер Марья Пинсала, которая сняла в 1999 году фильм о Киме Катунине. 350 грамм хлеба давали, вот, за отказ, вот у меня дела есть, расстреливали, за больницу. У него вполне могли быть секретные документы. За время работы у Марьи и Кима сложились дружеские отношения. Он был очень эмоциональным, очень сильным человеком. Он был резким в суждениях. Ким хотел рассказать все, что произошло с ним, потому что для него это было впервые, когда он смог открыто говорить об этом, особенно с иностранкой. Так может, ей Катунин доверил самое ценное? Не зря же в свою единственную за всю жизнь заграничную поездку он отправился именно в Хельсинки. Я бы хотела иметь архивы, но, к сожалению, у меня их нет. Я, возможно, была единственной иностранкой, которой удалось встретиться с Кимом и записать интервью. Это и есть мои архивы, его рассказы. Когда он приехал в Финляндию, он привез мне в подарок сушеную рыбу и книги, которые я храню до сих пор. Это все. Если у него и были какие-то старые документы, то, скорее всего, хранились в его доме и сгорели. Когда-то в вещем сне игуменья Леушинского монастыря Таисия увидела трагическую судьбу Малоги и всего затопленного Рыбинским морем края. Продолжение ее сна о второй жизни этой земли. Что же дальше? Матушка идет, и вода доходит уже до груди, до шеи. Она может утонуть, она может погибнуть. И вот тогда ей открывается и слышится голос. Вот возьми этот посох и иди. И она принимает посох, сходящий с неба. И тут происходит чудо. Вода постепенно начинает отступать. И вскоре показался луг зеленый. И невдалеке белокаменная ограда монастыря. Из храма выходил крестный ход. Матушка говорит о том, что она войдет в монастырь. Значит, в конце концов, монастырь явится из-под воды. Явится эта затопленная Русь. Мы услышим колокольный звон, мы услышим песнопение, мы увидим восстановленные храмы, войдем в них. Но для этого нужно только одно – опереться. Опереться на этот посох веры. Субтитры создавал DimaTorzok